ладно поделюсь сейчас еще раз секретом но не секрета не секрет это меня спрашивают программы димон зачем гаммы объясни куда гаммы куда их сунуть зачем и так далее да это самая базовая там пентатоника вот эта натуральная минорка начинаешь рассказывать многие ну выучили да вот выучили даже не один бокс а выучили все допустим боксы все боксы допустим все пять боксов а миноре сыграли его я это зачем ну вот объяснить это и я нашел видео да ну то есть то понятно это для соло для нужно для соло ну и для импровизации но я сейчас покажу но это импровизация почему потому что это потому что она с пианино но сейчас идет аккомпанемент в е-минори soulful seductive groove guitar backing track jam in e-minor ну то есть чувак просто джемит в е-минори и это я первый бокс пентатоники добавляю сюда всякие приемы подтяжки но он сейчас включил и алиску в е-минори и алиский первый бокс у нас будет идти с 12 лада а он показывает здесь первый бокс первый бокс любого лада так сказать это больше для соло пойдет на рифы а вот если мы пойдем вот сюда в первый бокс с 12 лада вот это вот будет первый бокс и алиский и мы сможем уже как бы даже вот просто тыкать вот вот эти вот ноты которые выделены в них тыкаешь по минному полю идешь и будет звучать подтяжки там остановки лучше делать конечно на коренных нотах то есть если посмотреть на е 1 бокс и так е е е е вот эти вот ноты а Потом, если выучить вот эту всю, да, ну, то есть открыть для себя полностью всю, как ее называют, фретборд, накладку грифа, да, все лады, то можно среди них играть соло, допустим, играть в первом боксе, переходить потом на третий бокс, то есть вот этот, или даже на второй бокс, который вот этот вот, с пятого начинается, ну, например. Четвертый бокс. Это вот этот четвертый бокс. Здесь они все соединены, вы можете эти все открыть боксы, там, они будут по-разному. И вот просто их играть попадают в эти ноты, ну, и применять любые технические приемы, которые вы знаете, допустим, подтяжки, а я, как я уже сказал. Они все повторяются, то есть, ну, не повторяются, я имею в виду, что здесь будет первая октава, здесь будет вторая октава 12 лада, поэтому он сейчас выделил в первой октаве первый бокс. Удобно его играть. Он у него удобнее здесь, конечно. Видите, когда попадаю не в ту ноту, потому что я попал не в ту, она уже звучит не туда. Почему вот эти вот траки, они, это Elevated Jam, Jam, Elevated Jam Trucks. То есть, у них есть вот это уже, они показывают это, айлиски, то есть, есть и айлиски, е у них, ай, есть у них, у них есть разные другие модификации. То есть, есть и фрийский, допустим, если надо, или доминент там какой-нибудь. Просто вот сидеть, и вот выучил, когда одну, вот эту вот, вот один бокс, сидишь, потом просто в него вот это гоняешь. Там можно вверх-вниз, потом добавлять второй бокс. Мне правда интересно, что он выделен на этот. Вот этот бокс на пятом ладу, он интересный, потому что его можно играть и здесь. И потом сразу переходить сюда, уже только на пятнадцатый лад, и играть то же самое. Играет музыка. Ну и так можно бесконечно вот сидеть. Главное здесь, что оно интересно, это вот просто сидеть с этими гаммами и отрабатывать свои технические приемы. Там это подтяжки, пол-оффы, хамероны, вибрато, вот эти вот все-все-все эти дела. И так, чтобы оно как-то более-менее вписывалось. Я опять же сейчас от балды сыграл, ну, симпровизировал. Но вообще можно вот сидеть и свои собственные соло, допустим, выдумывать. Вот тут есть у них е-минорный вот этот соло, да, там можно найти... Где оно здесь? Пойти вон какой-нибудь Hard Rock найти. В Полутоне Heavy Rock. Что тут у нас в Heavy Rock? Е-минорный. Ну, тут уже не будет. Это другой совсем канал, который записывает. Ну, здесь уже будет просто, просто backing track тоже, скорее всего, компьютером сделанный. О, тут можно бас играть, поэтому можно вот... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, тут, наверное, орет громче. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опять же, от балды так сидеть просто и придумывать, чтобы зазвучало. Ну, и заодно учить просто вот эти свои приемы, может быть... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот этот прием, допустим, я учил, сидел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потом смотрите, как он всунется туда, в е-минорную гамму. Ну, короче, такое быстрое видео. Надеюсь, хоть чуть-чуть подтолкнуло. Хотя бы подтолкнуло в сторону, где, где самое лучшее эти гаммы отрабатывать. То есть, на вот этих задниках, на backing track полно на ютюбе. В разной, в разной этой, то есть, выучили гамму в А. Играйте в УВА, в Е-Е, как хотите. До следующего.